Трамп выдвинул своих адвокатов на посты заместителя генпрокурора США и его помощника. Дональд Трамп определился, кто должен стать заместителем генерального прокурора и кто будет у него в помощниках. Ими станут непосредственно адвокаты избранного президента США. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на CNN. Трамп объявил в четверг, что кандидатом на должность заместителя генерального прокурора США стал тот бланш, который представлял его в нескольких уголовных делах. CNN отмечает, что это вторая по значимости должность в американском министерстве юстиции. «Я рад объявить о том, что тот бланш будет служить заместителем генерального прокурора в моей администрации», — сказал Трамп. Теперь, после официального выдвижения кандидатуры бланша на должность заместителя генпрокурора, его кандидатуру должен будет утвердить Сенат. Издание добавило, что заместитель генерального прокурора Министерства юстиции отвечает за управление повседневными функциями министерства, а также консультирует генерального прокурора по политическим приоритетам и другим вопросам. Чем известен бланш? Тот бланш играл ключевую роль в командах защиты Трампа. Как в деле о тайных деньгах порно-звезде замолчания о связях, которая закончилась обвинительным приговором в начале этого года, так и в федеральном преследовании за секретные документы, которое было прекращено этим летом. Также бланш участвовал в федеральном деле 6 января. Известно, что бланш несколько лет проработал федеральным прокурором, прежде чем около 10 лет назад занялся честной практикой. Когда в прошлом году тот взял Трампа в качестве клиента, он ушел из престижной нью-йоркской юридической фирмы Кедваладер в Викершемемп. Тефт, где он был партнером. Еще один выбор Трампа. Помимо первого объявления о кандидате в Минюст, Трамп добавил, что выбирает Эмиля Бовы на должность главного помощника заместителя генерального прокурора, то есть Туда Бланша. Как пишет CNN, Бовы был соруководителем отдела национальной безопасности в прокуратуре в США по южному округу Нью-Йорка. Кто будет в команде Трампа? Напомним, что по словам источников CNN, Дональд Трамп выбрал на должность министра здравоохранения и социальных служб в США Роберта Кеннеди-младшего. Он известен тем, что является ярым противником вакцинации. Ранее новости Украина сообщала, что Трамп хочет назначить на должность директора национальной разведки Тулси Габбард. Согласно Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины, она распространяла антиукраинскую пропаганду. В частности, говорила о биолабораториях в Украине.